плыви мой кораблик плыви вихрь замысла вселяется в душу мастера не сидится мастеру не ест не пьет а все примеряется как и что нужно сделать чтобы вихрь вошел форму и родилась новая сущность какой материал выбрать для ваяния новой формы тот с которым ты дружен который без сопротивления примет силу твоего инструмента и подчиниться твоему замысла каким образом материал может противиться дедушка делаешь делаешь уже работа подходит завершению а твое создание возьми да и распадись на части что иногда случается в руках резчика это и будет коварство материал но еще и того материал может не поддаваться что неправильно подготовлен к работе инструмент не забывай об инструменте поговори с ним почисть подготовь словом одень его праздничный наряд инструмент всегда должен быть подготовлен к работе настроен на нее поскольку он продолжение твоей руки то его готовность будет свидетельствовать и о твоей готовности передать замысел форм одеть свое дитят творение в субстанции дитя работая и отдавая свои силы как инструменту так и материалу ты вдыхаешь жизнь новую сущность форму одухотворенную твоим же духом замысел принадлежит миру но силы что дали жизнь новой душе это твои силы потому и говорю я что творение мастера это его собственное дитя а вот и завершение работа сделана и новая жизнь дышит вдох выдох вдох выдох как это слышится дедушка мастер уже любует со своей работой очищает ее и собирает инструмент выбирает рабочее место от остатков материал немножко печаль а дальше от чего печаль дальше освобождение расставание мастер либо дарит свою работу либо ее продает в пользование нового хозяина либо оставляет ее во временном своем пользовании владений а почему временном а потому мой любопытный друг что иначе живущие дети мешают создавать новых детей старая работа ревнива и не пускает новую создание ревнивы нужно отпускать детей в свет давая им право жить плыви мой кораблик плыви печаль глазах мастера наблюдающего заплывающим кораблем сотворенным его руками печаль глазах матери провожающие своих детей к их домам от дома к дому таков печальный путь сущего от порога к порогу самое сложное для мастера это расстаться счастью своей души со своим творением эта сила позволяющая освободить часть себя и есть самое ценное достояние мастера самое благое его достижение достижение расстаться с самим собой а и Продолжение следует...